Александр Невский собор Серафима Вырицкого, потомки которого сейчас проживают в Эстонии. Мучеников много было, потом с ним пострадали, серьги, нарви пострадали. Принесли свою жизнь к Богу, к жертву, а сейчас они наши молитвенники. А мы сейчас собрались все вместе, чтобы молиться о благополучии и нашей церкви, эстонской земли, ну, чтобы людям радостно живут. Уже несколько лет подряд 1 декабря для православного сообщества Эстонии считается своеобразным днем православной книги, которая проходит в стенах Центра русской культуры. Так, например, два года назад был представлен труд патриарха Алексея II под названием «Православие в Эстонии», переведенный на эстонский язык. А в прошлом году издательство «Московской патриархии» порадовало православных жителей Эстонии новой книгой «Собор святых земли эстонской», которая повествует о жизни 22 святых, связанных с православием в Эстонии. Сегодня же, дабы не нарушать уже устоявшихся традиций, в Центре русской культуры состоялась презентация очередной книги, которая рассказывает о жизни Иоанна Кронштадтского, который занимает особое место в ряду святых, поскольку именно он создал один из первых эстонских православных приходов в Кронштадте. Меня заинтересовал в свое время вопрос взаимоотношения вообще русской православной церкви и православия в Эстонии. Но и здесь сыграл большую роль наш великий праведник Иоанн Кронштадтский, который обратил внимание на православных эстонцев, которые в его время были в Кронштадте и там работали, а никто их не опекал. А он вот стал там, и благодаря нему там и церковь была эстонская, православная посоль, потом в Петербурге он перевел, там уже будущий епископ Платон, священник, построил. Также сегодня в Таллине открылась выставка фотографий, сделанных настоятельницей Петерского монастыря Игуменией Филареты. Открыв себе творческое начало, Игуменией главным образом старалась запечатлеть жизнь и быт монастыря. Однако эти фотографии можно назвать уникальными, поскольку на многих из них запечатлены еще живые патриарх Алексий II и бывшая настоятельница Петерского монастыря Варвара. Все желающие могут посетить выставку в Центре русской культуры. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова